Первый сезон Хамстер Комбат завершен, и проект наконец распределил токены между игроками. Мы так долго этого ждали, и оттого наше разочарование было еще больше. Многие из нас остались недовольны количеством полученных токенов. В этом видео я разберу методику расчета, которую использовал Хамстер Комбат для распределения токенов на основе различных параметров. Но досмотрите это видео до конца, чтобы не расстраиваться еще больше, так как листинга еще не было, а значит надежда еще остается. Если токен будет стоить 50 центов, то все уже не так плохо. Итак, чтобы провести правильный расчет, я использовал три разных аккаунта Хамстер Комбат. Эти аккаунты я подсмотрел у одного англоязычного ютубера. Первый аккаунт получил 4635 токенов. Таковы его результаты, основанные на прибыли в час, просмотренных видео, приглашенных в друзьях, достижениях и ключах. Как видите, у этого аккаунта 678 друзей и прибыль 4 миллиона в час. Второй аккаунт получил 1914 токенов. На этом аккаунте 64 друга и прибыль 5,45 миллиона в час. И последний аккаунт это типичный аккаунт новичка, на котором всего 500 тысяч прибыли в час и никаких друзей. И за это он получил 120 монет. Я уже выполнил все расчеты для упрощения видео, но сейчас объясню вам процесс этих расчетов. Первое, что мы рассчитаем, это прибыль в час, PPH. На основе моих расчетов один токен Хамстер Комбат равен от 4000 до 4500 прибыли в час. Как я это вычислил? В первом случае у первого аккаунта прибыль в час составила 4 миллиона и за это он получил 934 токена. Все, что я сделал, это разделил прибыль в час на количество токенов и получил результат, что один токен Хамстер Комбата равен 4000 прибыли в час. Я сделал то же самое и для второго аккаунта и получил вот этот результат. 4500 прибыли в час за один Хамстер Комбат. Выходит, что для каждого аккаунта значение варьируется, но диапазон составляет от 4 до 4500 прибыли в час за один токен. Теперь начинается самое большое раздражение. Переходим к следующим подсчетам, связанных с друзьями, а к рефералами. И вот здесь будет горько и неприятно, но это факты. У первого аккаунта 678 друзей. Расчеты показывают, что один друг это 5,26 хамстер токена. Как это посчитать? Нужно всего лишь на всего разделить это число на это число. То есть, если вы пригласили 10 друзей, то вы получите 52,6 токена. Второй аккаунт, как мы помним, пригласил 64 друга и за это получил 309 токенов. А значит, за одного друга он получил 4,83 монеты. Таким образом, за одного приглашенного друга вы получите от 4,8 до 5,2 токена. Итак, за 4500 прибыли в час хамстер комбат раздаст один токен. Но за одного друга уже 5 токенов. Это крайне несправедливо. Теперь давайте рассмотрим другие важные параметры, которые упоминались при подсчетах раздачи токенов хамстер комбат. Они долгое время говорили, что прибыль в час важнее всего. Затем они назвали уже ключи самым ценным активом. Первый аккаунт собрал всего 4 ключа и за это получил 13,61 хамстер токена. А значит, один ключ это 3,4 хамстер токена. Во втором аккаунте было собрано 86 ключей и за это он получил 207 хамстер токенов. То есть, один ключ это 2,4 хамстер токена. Получается, что за ключи в принципе начисляли незначительное количество токенов. Ключи оказались не таким важным параметром, как друзья. За них мы получаем в 2 раза меньше токенов. Из всех этих данных можно сделать неутешительный вывод, что самый важный параметр для аирдропа это не прибыль в час, не ключи, не достижения и даже не покупка скинов, которые в итоге стали бесплатными. Самым важным критерием для получения токенов стали друзья, рефералы. Первый аккаунт, который делал упор на рефералов, получил 4600 токенов. Это в 2 раза больше, чем второй аккаунт, который делал упор на прибыль в час. Беря все эти расчеты во внимание, становится прекрасно ясно, что один друг это 25 тысяч прибыли в час, а один ключ это 15 тысяч прибыли в час. А это значит, что вам необходимо было прокачать прибыль в час до почти 17 миллионов монет в час, чтобы догнать этот первый аккаунт, который пригласил 678 друзей. 678 друзей это эквивалент почти 17 миллионам в час. Мы понимаем, что такой прибыли в час достичь было невозможно никому. А значит мы приходим к тому, что Хамстер Комбат это по сути реферальная программа, а не игра для добычи монет. Несмотря на все заявления Хамстер Комбата, такие параметры как прибыль в час, ежедневные комбо, азбука Морзе, достижение ключи практически не влияют на распределение аэрдропа. Они играли в этом совсем небольшую роль. Главный параметр это количество приглашенных друзей. Обычному новичку в Хамстер Комбат будет очень сложно пригласить даже 20 друзей, не говоря уже о 600, как это сделал один из участников, что позволило ему получить 4600 токенов. Таким образом, Хамстер Комбат это не игра для майнинга, это реферальная программа. И они не были честны с нами с самого начала. Если бы они честно сообщили об этом, а в важности именно друзей они прибыли в час, то проект не получил бы такой популярности. Итого, изначально проект ориентировался на инфлюенсеров, а не на новичков, как NotCoin, например. Если они запустят токены по цене 5 долларов, как многие надеются, это все равно не изменит того факта, что проект был создан для инфлюенсеров. Только они могут получить большую прибыль за счет своей аудитории. Новичок же, который играет по правилам, не сможет получить справедливую награду. Все это выглядит как большой обман, потому что заявлялось одно, а по факту оказывается, что ключевым параметром были друзья, рефералы. Прибыль в час и ключи это всего лишь способы успокоить публику. А ключи к тому же и способ заработать кучу денег на рекламе в этих бесконечных играх. На деле все сводится к привлечению аудитории для Хамстер Комбата. Важно было не играть в игру, а приглашать друзей. В итоге ничего из того, что обещал Хамстер Комбат, не оказалось правдой. Все заявления о майнинге токенов через Телеграм были ложью. Главное это реферальная программа, а не прибыль в час. Главное это раздуть аудиторию и заработать на ней. Если в первом сезоне Хамстер Комбата все оказалось неправдой, то можно ли доверять второму сезону? Как много людей продолжит участвовать в этом втором сезоне? Это время лучше потратить на что-то другое. На личную жизнь, на работу, на хобби, на тот же Ютуб. Или, например, на лучшие аирдропы, такие как Докс, например, Кэтс. В проектах типа Докс инфлюенсерам сложнее забирать все у новичков. Вот, например, в Кэтс вы можете загружать три фотографии кота в день и получать за это около трех тысяч монет. За месяц вы можете заработать девяносто тысяч токенов. А листинг Кэтсов может быть уже совсем скоро, так как в их приложении уже светилась вот эта форма, которую они удалили спустя пятнадцать минут. А теперь ложка меда в этой бочке дегтя. Да, мы получили в основном до трех тысяч монет Хамстер Комбата, но листинга еще не было. А цена на премаркете это еще не показатель. В реальности все может быть совершенно иначе. Кроме того, после листинга, как мы знаем на примере Ноткоина и Доксов, может быть хороший памп от пятидесяти до двухсот процентов, что тоже может увеличить стоимость наших монет. Если цена будет около пятидесяти центов за монету, то дроп может оказаться не таким уж и плохим. Триста токенов Хамстер Комбата будут стоить 150 долларов. Хотя, конечно, я в это не очень-то и верю. Так что ждем листинга, не опускаем руки и держим кулаки. На этом все. Надеюсь, видео было полезным и интересным, и оно на многое раскрыло вам глаза. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok